Совместные исследования ученых из Квинслицкого и Барселонского университетов показали, что липидные капли в клетках не только являются источником энергии, но и участвуют в борьбе с инфекциями. Австралийский ученый Роберт Партон из Института молекулярных биологических наук сообщает, что при инфицировании клетки начинают производить специальные токсичные белки, затем упаковывают их в липидные капли и отправляют навстречу патогенам. О значении данного открытия расскажет наш эксперт. В случае инфицирования фагоцита бактериальными патогенами эти липидные капли меняют свое направление. Они вместо того, чтобы идти к митохондриям, где они расщепляются, они направляются к бактериальным клеткам и атакуют их. И в принципе могут как бы даже занести внутрь бактериальной клетки какие-то вот токсические соединения, которые могут убивать. То есть в принципе они предполагают новую функцию для липидных этих капель и считают, что это откроет какой-то новый путь в борьбе с антибиотикорезистентностью. Сейчас ученые по всему миру ищут новые способы борьбы с бактериями в связи с ростом их устойчивости к антибиотикам. И один из них это как раз усиление естественной защиты организма. Именно успешные исследования на плодовых мушках вдохновили клеточных биологов развиваться в данном направлении. Есть такое направление, как поиск новых альтернативных путей, которые могли бы заменить антибиотикотерапию. И как один из возможных вот таких вариантов, это активация каких-то внутренних резервов в клетке. И если в этом участвуют липиды, липидные капли, то можно каким-то образом загружать эти липидные капли какими-то необходимыми медикаментами, допустим, или какими-то веществами. Или просто даже активировать в клетке вот эту ее функцию и таким образом помогать организму преодолевать инфекцию. Следующий шаг ученых – выяснить, почему липидные капли направляются к бактериям. Также им предстоит множество дополнительных исследований. Доказать, какие токсичные белки они могут переносить. Действительно ли они сливаются с бактериальной клеткой и убивают ее, а не просто подавляют. Все это может помочь в создании новых стратегий борьбы с инфекциями. Анжелика Степанова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.